Добрый вечер! Приглашаем вас на хоккей и на Хартвелл-арене в Хельсинге. Сегодня сыграют Йокерит и Трактор. У челябинцев сейчас Шайба разыгрывает, пытается вывести на бросок. Но до шайбы не дошла, точнее говоря, не смог он у Флёта остановить Лапинков. И за ворот пытается выехать уже все так же 100. Мы еще раз смотрим вот этот момент, когда Шайба вроде вышла к борту, но потом Райан Сто попытался на ближнюю штамбу вылезти вот здесь. И Мизом продолжает шайбу мимо Райана за полку. Через брос партнер тормознул на 7 линии. Но зато теперь вот Джордж Флэта вылез на Питак, а здесь подключение уже Николс Йенсен. Вот Йоркан предоставляет шайбу на Питак, ну а здесь, кстати, и Желдаков на отверхно падает шайбу. Вот здесь классно было сыграно. А это Брайан Унил очень тонко обыграл он соперника. А теперь Унил перед воротом лишь неудобный 1-0. Йокерин шикарно провел первый отрезок этой 20 минутки. И гол логичный. И гол логичный, потому что действительно было движение все время к воротам. Движение на пятачок. И Брайан Унил уже в этой смене сыграл здорово. Шайба может к нему немножко случайно отскочила. Там был рикошет. Она вышла из зоны. И заново приходит Чьёферик и начинает. Но все равно, все равно не дают передышки соперникам. Так, ну и вот опять. Опять ситуация, когда из-за ворот удается коряво. Нелогично, но как-то вытащить шайбу на пятачок перед воротами. Опять, кстати, второе звено. И, по-моему, Нурман забил. Ну, как в анекдоте, да? С тушкой хоть чучелом. Вот чуть-чуть замешкается, блин. Нурман подбивает у него клюшку. Да, действительно, Нурман забил. Ее, по-моему, шайбы не коснулся. Так, ну вот он, Нил, передача 3-0. Ну, вот это уже такой провальчик у трактора в обороне. Давайте посмотрим, как получилось, что два игрока Йокерита остались против одного защитника. Вот борьба у борта. И вот он, Нил, да? Но отпустил его хрусток здесь. Дальше он его бьет уже по руке. И если бы не голый, я думаю, здесь возможно было удаление. Ну, может быть, вот чуть-чуть ошибся не позиционно, а, скажем так, тактически. Никита Хрусток. Четвертое звено Йокерита. И опять на пятаке, посмотрите, два добивания, три добивания. И с третьего Йокерита забивает. Это Марко Антела. Вот как работают на пятаке форварды Йокерита. Давайте смотреть. Вот бросок. Здесь пока ничего опасного. Ну вот, раз добивание, два добивания и вот три добивания. Ну как так можно позволять? Здесь Девченко правильно, он там русские стороны разводят. У него вопросы к защитникам есть. Серьезно. И это, главное, первая пара защитников сейчас была. А именно, Магнитогорск и автомобилизм. Пожалуй, сюда, в Хельсинки. Пять ног. Да, но это уже как-то даже неприлично получается. А самое главное, что опять длинно Нурмана. И, по-моему, именно Джон Нурман делает хет-трик. Ну, здесь Янцин обыграть так, пустив шайбу себе между ног не получается. Но зато здесь он отдаёт Йормаке. А Йормака тут же на дальнюю Нурману. И не успевает того закрыть Евгения Лапенко. Вот, стоит просто на прямых ногах. Чего и в каких конкретных играх Егерет добивается за счёт работы спецбригады. Ну, пока вот он добился шестой шайбы. То есть, теперь не 41, будет процентов 43 после этого тура. Видите, что он проехал перед вратарём как раз в момент броска. И на кого здесь, Девченко, смотреть? На плата? На Йормаку шайбу он всё равно не мог увидеть. 6-0. Трик Джона Нурмана. Ассистент на сей раз не партнёры его по звену, а Трик Йормака и Николас Янца. Ну, и вот ещё добавили гол в большинстве. А теперь добавили в равных составах 7-0. Ну, это уже Девченко, пожалуй. Ну, сложно что-то вратарю предъявлять, когда шесть шайб в меньшинстве. Да, ещё не было голов сегодня? Вот он. Вот он. Гол в меньшинстве. Марко Антела делает тоже дубль. Да, это точно самая крупная победа Йокеритов в КХЛ. Николейный ассистент. Вдвоём убежали против одного защитника. Ну, такого условного защитника. Это Ник Бейлин был. А, хотя нет, не Бейлин. Не Бейлин, прошу прощения, это был Игорь Иса. Шесть в равных составах, один в большинстве, один в меньшинстве.